Итак, коллеги, мы сегодня начинаем 14 в этом семестре, в этом учебном году и последний в этом календаре в этом семинаре. Значит, я не знаю, если я буду представить нам своих молодых коллег в Московской консерватории. Я надеюсь, что Револю Иванович Амосов прокомментирует это все с точки зрения математики, поскольку он представляет сейчас одновременные консерватории и кафедры высшей математики. Я, как обычно, пускаю по ребятам бумагу для записи присутствующих. Ну и, наверное, я радуюсь. Спасибо. Спасибо. Добрый вечер, уважаемые господа. Я постараюсь говорить как можно меньше, потому что что скажут ребята на своих учреждениях. Мне бы хотелось сказать прежде всего, что моя цель как руководительный учебный процесс состоит, прежде всего, в том, чтобы не помешать им сочинению. Это очень сложно понять, что за мысль беспокоит молодого человека, какой музыкальный образ у него вызревает. В начале учебного процесса, в основном, студенту понять еще очень трудно. И поэтому помочь как-то понять, что вылечет молодого начинающего композитора и помочь ему это изложить – это главная цель педагогики композиторской. Вообще, вопрос такой часто возникает. Можно ли научить сочинять музыку? Я считаю категорически нельзя. Потому что каждый человек что-то слышит внутри себя. И может что-то наиграть одним пальцем на рояле, что-то напеть. Но вот сделать из этого музыку, для этого надо вооружить его огромным количеством навыков, которым располагает многогерой опыт композиции. Сегодня вы услышите сочинение самых разных направлений. Каждый хочет высказать, что-то подойдет. В связи с ним представители, вот, к сожалению, только одна представительница национальной школы осетинской, другая ее казахская не смогла прийти. Но самая разная стилистика, самые разные направления, самые разные творческие поиски. Сейчас ребята представят вам свои сочинения, а потом, вероятно, если вас что-то заинтересует, можно будет обменяться такими доменами, задать какие-то вопросы. Буквально в двух-трех словах ребята представят свои сочинения. Сегодня они будут представлены в таком порядке. Алексей Черноков. Он покажет два духовных форм экономические тексты. Александра Габараева. Она покажет работу на национальном материале. Затем Борис Рысин покажет сочинение на библейский сюжет. И затем Владимир Громадин покажет сочинение, сделанное с использованием электроакустических средств. Так что слушайте. Все. Алексей Черноков. Здравствуйте. Я хотел бы показать два хора без сопровождения на хронические тексты в основном церкви. В основу первого хора положена тропа в рождественскую службу. И этот хор скорее дотеет к концертному управлению духовной музыки. Здесь нужно подчеркнуть, что существует духовная музыка служебная, то есть написанная непосредственно для службы, которая исполняется во время служения. И также существует музыка в концерте духовной музыки, которые исполняются в концертах. И мое сочинение скорее дотеет к второму. Это направление концерта духовной музыки стало активно развиваться с начала 90-х годов. Актуально ли это или не актуально? Конечно, безусловно, это на сегодняшний день актуально. Также подчеркивает то, что в предсоюзе композиторов сейчас открылась секция духовной музыки, потому что многие композиторы обращаются к этой сфере. И так как хоровая музыка и вообще вокальная музыка, она пишется на какой-то текст, то тут надо сказать о том, что всегда идет работа со словом, чего нет в музыке. Чисто инструментальный, имеет слово, которое учитывает определенный смысл. И надо сказать, что сами сочинения, которые написаны в разных манерах и в разных категориях духовной музыки, они в том числе отличаются по принципам работы со словом. Я при написании этого хора старался использовать методы работы, которые присущи были композитором XIX века, когда они писали романсы. И из стихотворения вычленяли какие-то главные слова, которые подталкивали, рождали какой-то образ. То есть не переводили каждое слово на музыку, а у них возникали какие-то правные точки стихотворения. И вот для меня данный текст, который служил, я над ним работал в принципе в этой манере. То есть хор называется «Приедите вернее». В этом тексте «Приедите вернее» – это первые слова. Для меня они становятся очень важными. Этот инфляционный комплекс, который заложен в первых двух словах, он играет большую роль на протяжении этого произведения и возникает при других словах. То есть слова меняются, а сам материал музыкальный он сопровождает и тем самым держит форму. То есть еще также важные слова, которые возникают в середине нового хора – это словословие, слава Вышней к Богу. Они построены на том же материале, что и первое словосочетание, только здесь возникает такая аллезия с колокольным взводом. И заканчивается это сочинение тоже словами «Приедите вернее» на уход, хотя в самом тексте этого не было. То есть я беру эти слова как одну из главных мыслей этого текста и обращаюсь довольно творчески с этим текстом. Надо сказать, что непосредственно к композиторскому творчеству, которое повлияло на меня, я могу отнести сочинение Игоря Федоровича Стравинского «Симфония Псалма», безусловно, к «Сеночную Рахманину». И, на мой взгляд, одной из удивительных вершин этого направления – это произведение Георгия Сверидова, последнее, которое он закончил в 1997 году, которое называется «Песнопение молитвы» для хора без сопровождения. И, конечно, эти произведения на меня повлияли, помимо традиционного храмового пения и вот этих произведений, которые включают в себя не только искусство, связанное только с церковной музыкой, но и обновленное и расширенное возможностями светской музыки. Потому что произведение Игоря Федоровича Стравинского «Симфония Псалмов» представляет собой некий экуменистический взгляд в плане соединения христианских религий. То есть там первая часть выполнена, то есть отталкивается от Григорианского хорала, вторая – от протестантского полифонии, и третья – «Тяготирец Ковославный». То есть, что я хочу сказать, то, что вот эти произведения, хотя они в разной степени, в различной степени отношения к церкви, но, на мой взгляд, они удивительно в себе заключают какое-то потрясающее совершенно откровение, и этим они и не оценивают. Значит, первый хор – «Приедите вернее». Исполняет хор «Тридцовский балерей» и «Жор Алексей Пилаков». Исполняет хор. Исполняет хор. Исполняет хоров. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте. Сегодня я покажу сочинение, которое было написано в прошлом году. Исполнено весной этого года. У меня там скрипка, баян, виброфон и несколько ударных инструментов. Три том-тома и одна тарелка. Что это такое? Том-томы – это такие барабаны. Я взяла три разных размера, потому что звуки разной высоты. А виброфон? Виброфон. Вы, скорее всего, видели этот инструмент. Это баклавишные механические пластины, которые выставлены по аналогии с портопьяном. Как кислофон и каструбами. Да, кислофон и каструбами. И играют на нем палочки. Разные мягкости, твердости. Ну, собственно, можно включать. Да, кстати, запись сделана на концерте, поэтому... ... 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 Еще раз хочу поблагодарить за эту возможность у вас быть. Очень приятно и большая честь. Это сочинение я написал по просьбе одного дирижера. Это сочинение было написано по просьбе одного моего знакомого дирижера, молодого ученика Геннадия Николаевича Рождественского. Его зовут Вячеслав Валиев. Может быть, это имя скоро будет на афишах в большом количестве. Но он сказал, что есть возможность, чтобы это сочинение прозвучало в концерте, и поэтому мне пришлось его написать достаточно быстро. Вот здесь оно звучит 11 минут, 11,5 минут. И написал его за две недели. То есть достаточно быстро, учитывая, что это вот партиптура примерно вот такой вот лист, и их там где-то 60 страниц. В принципе, это не такое большое сочинение. Просто я писал его за инструментом, я еще не работал с компьютером тоже. И каждый день садился к пианино, пересал карандашом. Вот, был очень такой интересный опыт именно быстрой работы. Но думаю, что получилось очень для меня неожиданно приятное сочинение, потому что, как я считаю, из тех работ, которые я написал, и почему я здесь его показываю, это, наверное, одна из наиболее красивых музык, которые у меня получились. Вот. Я взял текст из второй главы «Песни-песни» царя Соломона. У меня была мысль вообще написать целый цикл на «Песни-песни». Это исключительно красивый текст, как для музыканта, так и просто для чтения. И более того, это сакральный текст, и это текст многоуровневый. Там есть и обращение на уровне человека к человеку, то есть это «Песня любви», и об отношении человека с Богом. Поэтому работа для меня была очень серьезной. Я молился, когда писал. И думаю, поэтому получилась хорошая музыка. Надеюсь, что вам она понравится. Сейчас мы ее включим. Значит, если... Надеюсь, что вам будет нескучно в эти 11 минут. Если будут вопросы... Про производительность труда. Что считается он нормальным? Не знаю. Для меня это очень быстро. Все быстро, а что нет? Ну, например, квинтет, который я показывал на экзамене летом, я писал где-то больше, чем полгода. Идет он 8 минут. Но, правда, я писал с большими перерывами. Причем, понимаете, какая вещь? Ну, это, наверное, после сочинения уже имеет смысл сказать. Более подробно. Просто, когда садишься и начинаешь писать, иногда вот идет, а иногда не идет. Вот. И ты понимаешь, что ты можешь написать, в принципе, все, что угодно. Ноты написать, нарисовать хоть где. Но вопрос, что получится. И будет ли там музыка. Иногда получается, что процесс идет, а музыка не рождается. Это слышно. Поэтому мне кажется, что здесь музыка есть. Послушайте, скажите, что вы думаете. Исполняем дирижер Алексей Кириллов. В этой записи дирижер Алексей Кириллов и такой сборный оркестр из 13 человек и певеста Сопрано. Исполняем дирижер Алексей Кириллов. 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 КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Думаю, что здесь так холодно, что уходящие не выдержали именно этого обстоятельства Думаю, что здесь так холодно, что уходящие не выдержали, что уходящие не выдержали. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дальше они развиваются как традиционными способами, идущими еще от венской классики Mozart и Beethoven, так и сложными по музыкальным меркам, алгоритмическими преобразованиями, из которых получается вся фактура. Большая, плотная и сложная. Будет звучать, естественно, не четырехканальная версия, не с живым роялем, сведено в стерео, поэтому часть пространственного эффекта теряется, но, надеюсь, что-то остается. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 И слушать за внимание. И теперь, я думаю, если у кого-то возникнет какие-то потребности общения, есть или нет вопроса? Конечно, конечно, есть вопрос. Хорошо. В общем, деньги, да? Мы можем пробовать. И, конечно, мы бы мы очень благодарны нашим садатникам в интернаторе, садатникам по сочинению моделей музыкальных, за то, что они приехали, доставили нам это удовольствие. Но у меня возникла такая мысль. Вот физтех в своей лучшей части, на мой взгляд, мало отличается от творческих вузов искусства. То есть, как мы работаем? У нас практически нет серийных педагогических технологий, как в рядовом вузе. где серийно обучают серийных исполнителей. Вот как мы работаем? Значит, мы вместе с учениками, студентами, операциями, значит, наблюдаем действительность. Работающую цену, шушенскую, ГЭС. Рождение атомов, молекул, людей, организации, комбинаторикой объединения, из простых элементов сложные, процессы распада, процессы гибели. Наблюдаем явления, наблюдаем чувственные и мыслительные процессы. И говорим ребятам, а вот возьми-ка ты по этим наблюдениям, наблюдаем тексты, осочиняй-ка ты нам математическую модель, напиши нам красивое уравнение, которое бы все это отражало. И в процессе этого мы рассказываем им о законах, о законах действительности, о законах сохранения, о законах рождения, гибели, о законах самоорганизации и распада. Рассказываем им, ставим технологию мышления, как скомбинировать простые мысли в сложные, говорим о разделении частот в системах, высокочастотные колебания, низкочастотные, короткие, длинные волны. И после этого мы студентов отпускаем в общем-то на самостоятельную работу. Мы говорим, вот действительность, сочини модель. И вот как кажется, что люди творческих моделей занимаются примерно тем же. То есть они говорят, вот создай-ка нам, допустим, модель живописная. Предподатель ходит, ставит руку какое-то время, цвет, и потом студент пишет картину уже вполне самостоятельно, освоив некоторые законы и технологии. Ну, примерно то же самое происходит с актерами. Их обучают поза, голос, дикция, и потом они создают модель мира, и видят спектакль. Тут моделирование прямо, значит, на спине. И вот думается, хотя я, конечно, иногда что-то играю, иногда что-то пою, но думаю, что технология музыкального сочинения чем-то близка. И вот нас объединяет процесс сочинения музыкально-математических моделей. То есть, в принципе, мы едины и неразделимы. Вот вернальна моя речь, или между нами есть какое-то глубокое противоречие. Если глубокого противоречия нет, то почему бы не иметь здесь технологию, кузнецов, мастеров физико-математического, музыкального, живописного, поэтического, театрального, литературного, моделирования действительности. И более того, вот в наших делах мы иногда от математического моделирования переходим к физическому. И создаем новую действительность. Кто-то создает симфонии, мы создаем ядерный реактор, самолет, и все, и налетает, иногда даже нам находит. Вот если кто объяснит мне принципиальное различие между нами... Есть принципиальное различие, но мне кажется, что сейчас было не место для дискуссии, а место для вопросов. А что касается принципиального отличия, оно есть, раз уж такая дискуссия возникла. Я хочу напомнить, что к нам приезжал Федор Сапронов, делал замечательный доклад, который как раз посвящен ответу на вашу парадигму. А именно он сказал, что, конечно же, когда художник пишет картину, и вообще музыкант, какой-то сочинение, любой художник в широком смысле слова имеет некоторую модель, да, но не модель, не моделью является его художественное произведение. Художественное произведение действует аналогично модели, но не тождественно. И в чем вот есть отличие не тождественности от модели, это и есть настоящее искусство. И тут принципиальнейшее различие, совершенно другая ситуация. Мне хотелось бы все-таки, чтобы присутствующие имели возможность спросить тех, кто героически в такой холл собачий приехал. По-моему, накопилось много вопросов. У меня, в том числе, может быть, вопросы все-таки будут и кто-то спросит. Вот, пожалуйста. Вот у меня есть вопросы. Ну, вот у вас есть в последнем в частности не начнем проехать. Никому, не думаю. Владимир Громадин. Вот. У меня был вопрос. Вот я слушал музыку вашу и я как бы не понял. Вот у вас как бы получается не музыка, не образ какой-то как получился, а вот вы назвали то, что там это море. То есть это уже получается там хоть какое-то дополнение какому-то более другому образу. То есть скажем, вот, например, показывают нам море, вот это музыка такая идет. А вот то, что вот слушал вот я, как-то вот я никак ничего просто в этом ничего не услышал. То есть никакого образа, никакого ничего в этом нет. Можете сказать, может, вы ошибались? Нет, вот эта музыка может оказаться чуть сложнее, чем в предыдущем. Потому что образ вы вполне можете услышать море очень большого количества разных людей. здесь в каждом основе спирт заряжается. Эта киеса не то, что совсем можно, она исполнялась совершенно в разных контекстах и в академическом и в неакадемическом. Как-то в неакадемическом чаще воспринимается просто некая аттракция. Как там как-то вопрос не сейчас. Дану затоков. Вопрос через знакомство с общего с подобной музыкой есть гораздо более страшные композиции. есть обработки звучания рояля, которые в результате получаются почти как синтезатор. Какая программа использовалась при написании? Для сведения было ИПР. Дальше звучания собирались из большого количества разных центров, из живого звучания. Большая подводка звонит, выслонишь, а так в смысле неопонятно. Их правда много, там общее количество разных центров просто рояля, это будет липроинтетистик плюс еще обработка. А обработка что-то дальше обработка равна эффекта. А Байован у вас синтезированные были, да? Они были вытащены и из предыдущих роялей. То есть собственно сам и собственно говоря звучание оттуда же было переработано соответственно уже засунуто в засунуто в машину. Айди или обработка рентроекта что-то нам конечно это сложные изменения но не случается так что-то это уже это как отдельная точка до которой можно предразумевать. Можно еще дальше написать вас помогли написать в каком-то то есть может какие-то конкретные произведения или что больше? Я собственно сказал, что целью было написать нечто простое и относительно красивое. из-за неотхода из-за ну то есть с точки зрения музыкального языка это композиторы вроде Стиварайка Филиппа Гласа Дальше мы хотим сказать что вот вопрос кто хочет сделать здесь очень часто употреблялся одно слово это музыка что такое музыка это ваше объективное впреждение объективное реальность вы знаете что вы большая советская инфеклопедия что такое музыка далее ну зачем музыка вам лично это для каждого из тех кто действует что ваша субъективная и нет субъективной реальность что для вас так и третье зачем музыка человечества а ну да и четвертый вопрос что еще можно назвать музыкой если какая-то гранита после которой мы мы можем уже не это не субъективная то что вы считаете музыкой это собственно для вас будет музыка это ваше лечение она ограничивается культурным контекстом в рамках определенной культуры есть определенное понимание музыки они могут с разными субкультурами совпадать если мы сейчас поставим что-нибудь из лоиза это будет совершенно отдельное понимание музыки чем поставим в каком композиторе 16 века я думаю что если автор считает что это музыка это музыка и если слушатель при этом считает не обязательно слушатель может не считать что это музыка автор может настаивать автор все равно будет по крайней мере копирать будет работать и вещь состоится то есть вы считаете понятие грязки субъективно так получается да можно такой вопрос почему вот я хотел спросить у вас тенденция или такая что молодые композиторы вот сейчас в вашей музыке много тиссонансов много какафоний нет то есть что я хочу сказать новая венская школа на конфликт да вот есть ли сейчас композиторы который допустим тяготеет больше и ванде там мусор то есть такой мусор который более понятно близка и давал вслужить то есть или это уже слушают написать вот такие простые вещи то есть позвольте мне вам как ответ прежде чем ответить или себе напишите одну цитату принадлежит чаще в переводе так что то что пишут сегодняшние композиторы это бой бешеных псов скрежет и так далее и тому подобное цитата датирована 13 можно я попробую попробую что-то сказать такое надеюсь не слишком умное и не слишком простое дело в том что я так понимаю что здесь люди очень хорошо разбираются в физике остерегаясь сделать какое-нибудь забавное утверждение я все-таки позволю заметить что существуют разные модели я думаю что вообще звук он имеет внутреннюю сложную структуру то что вы слышали у Володи честно говоря что мне наверное больше всего нравится что он как пианист он хороший пианист он в рояле услышал в каждом звуке аккорд ведь звук состоит струна она колеблется не только вся она колеблется частями и все это создает звуки один звук это уже аккорд гармоники да это гармоники то что сложили вот то есть вот умение услышать в одном звуке целый мир в общем-то определяет во многом красоту как в музыке как таковой и любой музыкант скажет что там вот этот инструмент звучит там богаче этот не богаче хотя в общем-то и там и там возьмется нота соль вот и каждый каждый раз как бы человек который занимается творчеством он пытается услышать нечто в общем звуки пытается услышать некую открыть для себя какую-то вот эту модель и возможно исторически мы можем прослеживать как на разных этапах ведь наши уши тоже привыкают к разным вещам когда-то считалось что терция там в доме по диссонации она резала сколько но потом к ней привыкли сейчас вы слышали джаз какую-нибудь киномузыку где там страшные какие-то созвучия но поскольку там какой-нибудь страшный там монстр ходит то люди как-то ну значит так надо страшно-страшно ну хорошо значит работает и какие-то вот к каким-то вещам уха очень привыкает на самом деле мы воспитаны в какой-то культуре люди которые воспитаны в другой культуре они будут воспринимать по-разному и мы на самом деле на многие вещи внимания не обращаем честно говоря я для себя замечаю что в последние 5-6 лет я принципиально на другие вещи в звуке стал внимания обращать и можно так вот такое ощущение что я как бы окрылого цвета для себя которые раньше были но я их просто не хочу поэтому по понятии диссонанса я тоже думаю что здесь очень много идет от интенции вообще авторского намерения потому что если например я возьму там какой-нибудь диссонирующий аккорд но сделаю это в таком контексте что это будет мягко подано вы никогда не поймете что это диссонанс то что сложное явление то что иногда дисгармонично может быть дело в том что наверное художник каждый он немножко немножко больше правды говорит чем иногда хочет и очень трудно описать гармоничную музыку если внутри есть какой-то внутренний напряг или если ну снаружи ты тоже видишь какие-то тяжелые вещи один французский композитор Франсиск Уленк в середине 20 века Леонид Борисович открыл книжную историю что как он он был достаточно обеспеченный человек каждое утро он садился на велосипед ехал из своего дома в поле рвал руки к сеток приезжал ставил его на стоп и работал вот ну такая музыка получилась у меня вопросы все-таки осталось как раз к вам вы очень хорошо говорите что в каждом звуке нужно услышать целый мир а у меня ваше произведение я слышать было чрезвычайно трудно мне кажется просто из-за качества записи и вот у меня такой вопрос вы это свое произведение вы это запись узнаете как физик я этому могу там море объяснений он мне важен вот вы сами вот вы сами свое произведение в этой записи узнаете или нет ну как вам сказать если бы у меня была возможность выпуститься на филипсе или на дойчу граммофон может быть было бы и приятнее пока есть такая возможность ценит узнаете что значит узнаете всегда любое исполнение вы какие-то выразительные средства что-то хотели сказать это прозвучало мне нравится эта запись тем что мне нравится отношение исполнителя к тому как они играют здесь собраны в основном мои друзья мне нравится отношение дирижера к работе мне нравится что в итоге собралась форма акценты расставлены правильно и я допускаю что его можно исполнить лучше и скорее всего можно но это будет другое исполнение здесь то что то что вы рассказываете вы помните а вот я боюсь что в этой записи это просто не слышно качество записи качество техническое или качество исполнителя техническое не исполнение за ним почти ничего не слышишь просто сама ну говоря музыку слушали где-нибудь в 30-е годы на таких пластинках на таких колонках которые сейчас нам очень страшно с ней не смеет по-моему знавалось просто можно слушать например структуру звука можно слушать последования определенных высот для этого принимаются правы определенных тренировок то есть, которые музыканты действительно привыкли, потому что они долго изучают сольфетжи, они хорошо анализируют музыку в высоком смысле на сольфетжи у меня без тренировки почти ничего нет я думаю, что нам стоит это учесть потому что, когда я, например, в какой-то программе, нотном редакторе набираю музыку на ноту, и показываю своим же друзьям музыкантам, говорю, смотри, какая классная музыка, что-то мне не нравится и я понимаю, как-то звучит не так, я понимаю, что ему не нравится то, как программа играет на ноту он не слышит вот это внутреннее наполнение кстати, очень хорошее замечание возможно, конечно если вы присутствуете на концерте, конечно, удовольствие совсем другое видимо, я его помню где-то я услышал по-моему, ваше произведение там, расстроенные хоры рояля подзвучали где-то потом, в вокальных партиях тоже там между нот вокалист работает вот это 12 полутонов это уже не догма уже надо между нот излучать или нет как? выбирается эта симметрия? а вообще просто вот эти 12 полутонов равномерных температур настройках они существуют просто не всегда и до них было много разного собственно говоря, и параллельно существует множество разного и если вы слушаете хоть когда-нибудь джаз то мимо нот там гораздо выше это просто определенное отношение к доступности звучания не плантуется не, оно может быть заполнить просто немного по 3-й шкале то есть можно взять, не знаю, там партики визы на 12 полутонов она 5 получится индонезийский гамилат для них это привычная такая инфрация для нас это звучит совершенно страшно я хочу сказать такую вещь, что мы все, наверное, воспитаны на музыке с детства которая написана, начиная с до мажора от него что-то вроде этого я думаю, что в каком-то смысле это надо как-то компрессировать изначально мы уже привыкли к тому, что есть песни Чужик-Пыжик есть песня, значит, От улыбки станет 70 лет музыка, которая написана в 20 веке людьми, которые знали, что такое белая и черная клавиша но если бы мы, например, посмотрели, на чем там африканские дети учат, мы бы удивились но вы же профессионалы, вы как раз делаете новую музыку вы уже это активно отвергаете, вот это вот иногда это работает иногда хочется чего-то другого например, есть композиторы, которые очень убедительно работают с четверть тонами одна восьмая тона и это не создает ощущение какой-то зауми это обрагано в принципе, это слышно, это работает есть система полбемоля, четверть бемоля, чуть ниже, чем декабр это просто интересно знать это технологически все обрабатывается спасибо за вопрос спасибо за вопрос три человека рядом сидят и все хотят что сказать давайте девушку сначала Я хочу поблагодарить всех. И у меня вопросы к этому молодому человеку. Я хочу немного отойти от технической стороны или спросить, вы пишете инструментальную духовку, а как вы настраиваетесь на духовную, и каково слышать вот это воспламение хора, я имею в виду, когда вы сочиняете что-то духовное, это как бы ваше знакомое или нет? То есть с Богом, я не знаю, что вы укладываете, и каково это слышать, ну, фактически такое личное оттенение вашего какого-то воспламенного и так далее. Можете передать свои чувства? Страх это? Какое ответственность у них? Несете ли вы это? Чувствуете ли вы это? Все-таки это композиторы, которые нам все известны, а не такие ситуации. Я думаю, все-таки, ну, прожив многое, но, впрочем, когда это был ваш, можно было дойти до уровня общения. Как у вас это будет? Ну, если сказать о данных сочинениях, которые были сегодня представлены, то, скажу честно, я ничего специально не задумывался сочинить что-то духовное, обратиться к кому-то. Действительно, был такой момент, когда я понял, что вот сейчас рождается очень что-то важное, то, что меня самого способно тронет. Сейчас как-то часто говорится о том, что вот фразы композиторов 18-19 века, что ты должен пережить сам, какое-то чувство, чтобы передать его публике. Что это устарело, и достаточно владеет техниками, чтобы трогать публику, и чтобы музыка была совершенна. Ну, я несколько раз испытывал такое ощущение, что вот оно, что это не то, что в данном случае о споре улитках совершен для данного сочинения. И сочиняя первый хор, я даже не знал, что это будет такой текст, не знал, что это будет связано именно с церковным текстом. Я сочинал сначала определенный интенсионный комплекс, и потом, когда я нашел эти слова, я понял, что я так и думал. Именно об этих словах. То есть текст, я начал работать с текстом позже, сочинял первый такой комплекс, из которого потом, дальше уже я пользуюсь техниками, которые нас учат, начал вытаскивать, и чтобы сочинять все время, там, новый комплекс, а именно из того первого момента, который я испытал, и я был один, на даче, у меня прекрасный вид заодно, такая церковь белая, туда снежная. Далек. И вот это состояние передалось и сохранять. Это очень сложно. Тот определенный мотив все время держать, его как-то развивать, и чтобы это не становилось масломасковым, чтобы на протяжении шести минут не звучало одна и та же идея. Но при этом, чтобы музыка не становилась пестрой, и не давались постоянно разные какие-то забивающие стук и мысли, которые в итоге приводят к тому, что музыка, она чаще, какая-то большая идея и смысл. То есть сейчас очень часто можно делать. Вот видите, кстати, можно сказать, действует аналогично модели, но не та же идея. Совершенно четко комментарий к вопросу о модели. Сначала сочиняется модель, а сочинение – это не модель. Ну вот, если мне нужно что-то сказать здесь, то как раз в случае, когда я работал над этим сочинением, я толпнулся от текста, и я попытался его молитву на смысл. Вот, в общем, это получилось. Я думаю, что очень важно, чтобы музыканты, которые это исполняют, они были тебе как-то созвучны по духу и по убеждению. Я говорю, что для меня ценно, что это играют мои друзья, и несмотря на, в общем-то, может быть, ну, то, что это записано с концерта, и это не полированная запись какая-то. Вот, для меня это ценно. Я здесь что-то слышу. А, скажите, какого уровня экспрессии вы хотели отступить в ваших поведениях? Уровень экспрессии. Ну, то есть, можно там рассматривать различные виды музыки, там, где экспрессии мало, для какого-то периода времени, потом для какого-то времени стало более экспрессивным исполнением. холодно-теплое, горячее. Ну, я бы сказал, что здесь, я, наверное, в общем-то, это сочинение не совсем грустное того, что, как именно сейчас, более принятые садяты, все-таки более романтическая музыка. То есть, она как-то смотрит назад, может быть, на начало 20-го века. Вот, здесь какие-то аллюзии, если же есть, какие-то напоминания о каких-то звучаниях. И я это делал, в общем, вполне сознательно. То есть, я стремился к какой-то вот, то, что для меня вот здесь красота. Причем, я практически ничего не думал здесь. Ну, как-то вот так не все. Вот еще вот вопросы были, по-моему, у вас. Ну, давайте. У меня два вопроса, если не надо. Первый вопрос – это, скажите, пожалуйста, я не очень представляю себе вообще сочинение такой музыки. То есть, я не могу в этот процесс. А к какой музыке? Вы к кому обращаетесь с сочинением? Я, пожалуй, обращаюсь ко всем. Нельзя кто-нибудь задать привет на вопрос. Вот. Нет, нет, нет. Я обращаюсь ко композитором. Понимаете, я пока не физик и не композитор. Однако все-таки для работы, для научного работника и даже для великого ученого я гораздо яснее представляю процесс собственного творчества, чем для композитора. Особенно композитора сейчас. И особенно композитора такой музыки, которую я не слушаю. То есть, я имею в виду даже не процедурный процесс. То есть, не то, что вы садитесь на бумаге, пишите пунктики, или садитесь на компьютерную программу, или обдумываете. А, скажем так, что вам надо из себя сделать? И что вам надо создать для себя какого-то человека, и что вписать нужно? Это первый вопрос. И второй вопрос. В какой мере музыкант-композитор должен быть исполнителем? И в какой мере, ну, скажем так, исполнительство влияет на осуществление? Я сначала со второго вопроса про исполнительство. Композитор совершенно не обязан быть исполнителем. Но если вы владеете, хорошо владеете, вам это помогает, потому что вы хорошо знаете его возможности, вы понимаете, как надо наиболее удобно и естественно писать для этого инструмента, или чтобы исполнитель потом мог сесть и умеет, долго мучая себя, все-таки исполнить. Поднять возможность инструмента, понять, что на нем лучше звучит, и что, возможно, лучше написать для другого инструмента и так далее. В принципе, в идеальном варианте композитор может владеть по нему всем инструментам. И буквально знать, как на них привлекать слухость, и затягивать, что-то просто не принадлежать. А по поводу первого, просто композиция всегда есть. И немецленная часть. То есть когда вы знаете, вот у вас есть материал, вы знаете, что с ним делать, вот те какие-то возможности у вас работают, которые у вас учат, которые вы сами учатесь изучают между предыдущей группы, просто ваших современников. И есть, собственно, то, что называется вдохновением, когда у вас это получается само собой. Но это, опять же, результат долгого воспитания в определенной культуре. Когда вы привыкаете, у вас эти звуки начинают комбинироваться. и у вас есть в основном. Вы понимаете, что вы хотите сказать, и вы сразу подоградитесь. Ну вот тогда вот следующий вопрос. Вот мы уже давно поняли. У них отличный вопрос. А как-никак больше вопросов оценивали? Какие креперии у вас есть? Может, я не порешу рассказать? Поделиться секретом. Да, не рот, кто-то не лечит. Например, вы понимаете, вы понимаете, что мы с компьютерами не встали? Вы понимаете, что никуда не встали? Давайте не расслышим. Вопрос о том, как вы оцениваете? Нет, это я расслышал. А далее вы затем что-то сказали еще? Я сказал, например, студенту нравится его работа. Да. А вы считаете, что она никуда не гонится? И как вы решаете противоречия? Есть ли у вас какие-то определенные недели? Знаете, противоречия возникают очень не часто, потому что решение вопроса идет коллегиально. И, значит, все как-то стремятся не оценить это с точки зрения своего мастерства на данный момент, а в процессе роста студента, в процессе отношения, сравнения его с работами его коллег, и его провестников. Так что, в целом, это такое коллегиальное решение. То есть, четко сказать, что здесь он написал два, два, пять, такое возможности на основе. А может, ты прав, если написал? А может, ты прав. Может, получилось, наконец? А так всегда происходит, конечно. Могу добавить еще уже из собственной древней студенческой практики, когда мой учитель мне одним замечанием поставил на вид, что он сказал, вот здесь плохо, здесь плохо, здесь плохо. Ты мне можешь возразить. Как я могу вам заявить? А я так хочу. Вот это второе знание. Может, и мы коллегиально быть в чем-то неправы. Но сейчас в таких случаях, когда идет массовое изгнание, потому как всем кажется, что это плохо, обычно это бывает до выступления консерватории. А вот, пожалуйста, вопрос еще. А вот у вас все президенты строго индивидуальны, да? А вот в технических областях часто разделяются дальше, и в сфере, и в сфере, и в сфере. Что-то такое практическое для ваших сферах. Я же всегда строго индивидуально. Ну, да. Бывает красиво. Нет, нет, нет. Ну, коллективно бывает. Ну, почти. И бывает, но очень редко. И, ну, вы сказали, что результаты этого... Это замечательно. Просто как-то композиция довольно индивидуальная, и сам специалист несколько больше знает. Значит, перемены такого рода были... Что было в моде где-то в 20-е годы прошлого века, когда студенты консерватории, еще под руководством профессоров, писали там к очередному дню рождения, там, понятно, кого. Значит, какой-нибудь там кантату, ораторию. Но это как-то не осталось в музыке. Вот. И сейчас это... Ну, сейчас... Крайне редко явление. Есть образцы, когда, допустим, я знаю, фильм о Москве делали... И там... Единомышленники... Такие единомышленники, которые вместе решили озвучить какую-нибудь там, допустим, визуальную... Ну, это не совсем то. Это может быть... Это не коллективное сочинение, это коллективная... Как сказать... Коллективная иллюстрация, так что скажем. Есть... В Европе тоже сейчас спросом пользуются такие проекты, когда, допустим, пишутся, ну, скажем, операм, хотя это сложно сейчас операм в традиционном понимании назвать, но когда делают несколько авторов, например, на концертном участии. Бывает только в случае с электроникой, когда, если композитор не очень хорошо владеет техникой, да, помогает еще какой-то инженер, он может достаточно сильно повлиять на звучание. То есть в результате получается, ну, не два, но полтора автора точно. Бывает. Совершенно определенные случаи сотрудничества, когда, например, пишется концерт для скрипки, где скрипачок? Тогда совершенно очевидно, что и аппликатуру, и какие-то явные, даже скрипичные облады более удобные подсказывают исполнению. И это нормально. То есть и Чайковский соревновался со своими чилистами, со скрипачоком, когда писал для этих инструментов и другие, это вполне очевидно. Это как конструктор и технолог. То же самое, промышленность. Чтобы сделать, надо знать, можно ли сделать на станках. Я сейчас пишу пьесу для планеты и сотрудничаю с одним исполнителем. Просто я прошу его, сыграй вот это. Нет, не так. Сыграй вот так. Он очень занят, поэтому сочинение идет в ней, да? Смотрим, ты выбираешь. А знаешь, такого варианта, когда чем композитор пишет один инструмент, а другой другой. В 13-м веке был интересный опыт, когда есть такой жанр, мотив. Это фунтовский жанр. И пелись одновременно разные музыки, на два-три голоса. То есть, ну, представьте себе, в одном голосе в лесу родилась елочка, в другом там слева товарищи ногу. И получалось вообще не так. Ну, это похоже на то. Я хотел сказать, что каждый сочиняет по ходу дела. Ну, там есть сначала более-менее оговоренная схема, по которой они доверяются. То есть, он просто, просто взять, вот, что-то собирать. Ну, вы знаете, Джима. Уважай, если бы сейчас было время, что вы меньше могли изобразить что-нибудь, то было бы, скорее всего, страшно, если бы не договорились о чем-то. Или я не начал говорить. Под тебя, либо ты под меня. Ну, да. У меня еще такой вопрос к аудитории, что, не забывайте, что у нас все-таки вот для семинара вопрос по выбору, что, если кому-то это интересно, то вы можете после семинара не убегать, заявить свое желание сделать об этом эффектом. Я не очень представляю, что делать. Я не знаю, что делать. Что-то из вас представлено. Слушайте, а можно еще вопрос? А вот относительно аудитории, как я понимаю, что есть официальный концерт на широкую публику, с одной стороны, это одна крайность, а другая крайность — это узкопрофессиональные ваши общения, вот, что рождается, что-то отсеивается, что-то принимается. А какой-то промежуточный вариант, когда вот вещи вот свежие, только что родившиеся, и на какого-то, может быть, селективно подготовленного, но не профессионального все-таки слушателя. Какие-то такие концертирования промежуточные бывают, нет? Практикуется? Мне кажется, не практикуется по причине административной. То есть мы бы были, наверное, рады, поверять на подготовление публики своих сочинений. Потому что в основном у нас есть возможность показывать там сочинения на московской осне, где все-таки в зале сидят люди, которые способны воспринять это и находятся на концерт. А вот Снежин, он постоянно гастролирует и свое новое сочинение показывает на подготовлении публики? Мне кажется, возможно, этого нет? Нет, ну не гастролировать, я понимаю, невозможно. А вот, скажем, приглашают, то есть допускают до своих каких-то внутренних прослушиваний, может быть, неофициальных форматов. Проходят... Бывают... Проходят... Просто... Информация публика, в основном, ходит, а людей так... Возьми близкие пострадавших. Вы можете смотреть, вот на сайте консерватории есть информация о концертах, и там, как правило, что-то вот... Через годы несколько концертов есть, где реально можно послушать что-то такое свежее, ни разу не исполнявшееся. Вполне. То есть, пожалуйста. Тут у Джазмена бывают такие у них... открытые, что ли, сейшены, когда они играют, останавливаются, начинают сначала, переделывают... Но публика, тем не менее, присутствует, и кто-то, значит, получает удовольствие даже от работы вот такой вот. Ну, как взяли сюда, всегда есть, потому что... Ну, в общем, да. Это так. Ну, ты вопрос-то у нас. Меня вопрос ко всем. Я думаю, что, является ли композитор создает творчество, вообще, творчество, нового вида искусства, создает таким... эгоистическим фактором, ибо любых творец, он делает творительство, потому что, необходимое. Или для этого творчества есть какая-то миссия, потому что, все, что делает человек, там, композитор, поэр, помогает, физика, но, в общем, все это влияет на мир, и на людей, которые тут живут. Должен ли, художник, в другом смысле, учитывать те последствия, которые, все-таки, кто творит, и люди, и компоненты в частности. И в чем каждый из вас эту миссию заседает? Ну, конечно. Спасибо. Мне кажется, что ответственность в первых случаях большая, и такая задача, наверное, как композиторы постараются сделать метод. В общем, банально звучит, мне кажется, что другой цель будет вот, что не может. Значит, зачем писать музыку, который сделать метод, зачем помочь еще не страдать, для чего с содействия сочинять как музыку. То есть, благая цель, это должно быть. Ну, кстати, есть структура, которая пишется из желания выходить в какую-то техническую, конструктивную идею. Особенно, когда у вас появятся такие большие возможности для этого, когда появляются ну, входячие модели, да, которые творческие, афетические, то, что может быть, может быть, я позволю себе небольшие воспоминания, это не от себя, скорее, то, что сказал известный московский композитор Юрий Сергеевич Каспаров на похожей, так сказать, похожей был беседах, он сказал, что вообще в нашей стране, в России авангарда нет. Такое заявление. Почему? Потому что авангардом называется такое музыкальное произведение, которое целиком построено на некой конструктивной идее, созданной специально для этого произведения. А все, что пишут наши композиторы, независимо от стиля, обязательно отухотворено. Вот, простите за небольшой ряду. Я думаю, что каждый композитор для себя решает эту задачу сам. Я встречался с разными людьми, которые по-разному это формулируют, от спектра очень широк, от того, что я пишу, потому что я так хочу, и никто мне еще не может сказать, до того, что я пишу, действительно, чтобы сделать мир лучше. И я думаю, что это вопрос отношения. Встретиться может и то, и другое. И сейчас, попав на концерт современной музыки, вы можете услышать самые-самые разные вещи. Наверное, так было всегда. неудача еще вопросов, я не знаю, что изменили. Заяц слышно. Отправила слышно. Отношения слышно. Дело в том, что мне очень обидно, что сегодня почти ничего не сказала Ильсана, совершенно ничего. Поэтому тогда у меня будут вопросы, раз ни у кого нет вопросов. Действительно, что это за сочинение, сколько оно писалось, почему пришла в голову такая идея написания этого сочинения, какие композиторы, по ощущению, оказывали большое наибольшее влияние. Тысяча вопросов. Как же так? Интересно же? На самом деле сложно сказать, как оно влияние. Собственно, была просто идея с комментируется с темно, как бы поработать с темно, с личным впечатлением. В том, если вы, наверное, слышали, то есть написание самого лучшего качества, но какой национальный колорит, он присутствует. Причем не специально, наверное, помимо моей космологии. И, кстати, у меня там традиционная картинка, поэтому не слишком чистая интоника. То есть она делала со шлотными, но специально. То есть я использовала какие-то вещи, которые присущи им народной музыке, в частности, музыка Кавказа. То есть где-то там немножко фальшиво играют с клипами, где-то они все вместе как-то брожьбы не стали. И игра вот с такими вещами, в сочетании с перерывами, звучанием, музыка Кавказа. И еще звучание ударных тоже. В общем, какой-то идеально-сорктивной идеей, да, не музыкальной, которую бы я хотела возить, но как ее изначально не было. Ну, просто какой-то ритмус, и потом, где-то, 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 где-то. Сколько времени специально-сорктивной ситуации? Серьезно. Классика. Спасибо. Может быть, еще кольца не будут вопросов? Что ж такое? Вот, пожалуйста, есть вопрос. Да, у меня такой вопрос. То есть достаточно отчетливо было видно какие-то азиатки и отверганные мотивы. Вот конкретно. Какие азиатки? Столько азиатки? Капказ. Столько азиатки? Да, Капказ. Да, Капказ. Столько азиатки. Столько азиатки. Ну, попробуй начни. И там идете врачи. Это вопрос-то в чем? А, ну, конкретно вот какие? А, именно как? Там же много всяких цитатных пунктов. Я цитат никаких не использовала. То есть я не цитировала никаких песен, никаких ангенаций. То есть, ну, просто, видимо, такие уши. И как-то, если вы не слышали, то есть специально для ничего нехудрения. Особенно вещей нет. То есть все это, главное, не прийти на голову. И азиатки. Еще раз. причине шеф-повара и модельеры женского верхнего класса я хочу назвать пару имен женщин-композиторов которые в последнее время достаточно известны если вам попадется, можете посмотреть сейчас или в ютубе, или где-то есть очень хороший композитор сейчас, это прозужинка финского происхождения Каэ Саарьяху Саарьяху, очень интересный автор, у нее есть опера, у нее есть другие сочинения, очень красивая музыка Софья Губайдулина, конечно, я понял, прежде всего значит, и вот из нашей знаменитой вот этой тройки, Дениса Шневки и Губайдулина Софья Губайдулина, это, ну, просто, наверное, сейчас, если можно сказать про женщину, что это мэтр, то это мэтр И вот, подожди, если бы, конечно же, ныне живущий автор, успешно работающий в Германии приезжает в достаточно регулярные, очень интересные сочинения, глубокие, очень технические совершенно bi tragedies Продолжение следует... 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 происходил поэтому отдельные имена мы можем опять же назвать но тем не менее все таки это связано просто с неким социальным развитием общества и это наверное связано можно сказать про любой вид деятельности поэтому вот только с 20 века в основном можно уже оценивать на что способна женское творчество в любых областях потому что только сейчас в общем-то стало повсеместно возможно по крайней мере какой-то части земли образование я почему стал лет 300 потому что мы не знаем что было в древнем мире и какая музыка звучала там и кто ей сочинял вполне вероятно что женщины там играли первостепенную роль в разных территориях мы действительно мы имеем ввиду какую-то европейскую традицию в которой играет роль образования и социальных симфония может умирает а опера это исключение я бы не сказал что симфония умирает возможно умирает а про оперу что можно сказать это исключение которое вы назвали или опера развивается активно я бы сказал что в театре сейчас ситуация насколько я могу судить сейчас достаточно много ярких явлений в театре но они тоже имеют какой-то такой поисковый характер потому что в последнее время за счет того что стали накапливаться записи стали накапливаться протестуры ты говоря а ты должен понимать кто 25 лет назад сказал это же а и кто 50 лет сказал а и когда ты что-то делаешь ты выходишь в аудиторию и до тебя уже были сотни людей которые цитировали того же пушкина и ты не можешь сказать я помню чудное мгновение это уже сказано это факт поэтому сейчас идет поиск как с точки зрения звуковых каких-то ощущений с точки зрения формы с точки зрения синтеза жанров поиски там синтеза компьютерных каких-то лазерных каких-то проекций пытаются переосмыслить вообще роль режиссера в опере очень много сейчас постановок которые режиссер никак не связаны с тем что имел ввиду композитор когда писал в новом поиски сейчас может быть это концерт сейчас каждый стремится искать что-то свое и видимо в этом есть и большой плюс что есть много всего а с другой стороны очень сложно разобраться честно говоря я когда пытаюсь слушать современную музыку сейчас ищу что есть какие диски у нас есть библиотека я сажусь слушаю я понимаю что я только по каким-то именам и по каким-то отзвукам там что люди говорят могу понять вообще как тут сориентироваться очень сложно и наверное так было всегда потому что во времена мокса там были десятки композитов и сотни которые писали очень качественную музыку так все звучало вот так вот все происходит потом как-то что-то останется а какая музыка вам нравится а вы знаете это все а то я все время говорю нет вы сомневаетесь вы сомневаетесь принимающей стороны да да пожалуйста ты за вы понимаете что мы как бы очень в музыкальном мире в этом мы слушаем просто по мере необходимости то что нам дают потому что у нас сученка программа вот и собственно из этого мы выбираем наверняка мы не слышали большую часть этого и никогда не слышали в жизни вот то есть у нас немножко другое отношение в принципе к музыке То есть это не просто как хобби, развлечение, как может быть для вас. Это не отдых или уход куда-то от повседневности, от занятий. То есть это то, в чем мы все время находимся. Поэтому сложно не надо. Что больше нравится, что нравится? Ну, это тут, наверное, такой вопрос возникает. Хотелось бы найти некоторые пересечения. Понятно, что есть какие-то сильно известные классические произведения, которые все знают, которые вы прекрасно знаете. И каждый человек в этой аудитории так или иначе, но мимо пройти не мог. Есть какие-то вещи очень специальные, которые мы здесь вряд ли когда-то услышим. Но главное, что это слышно. А есть какая-то современная музыкальная культура, не только поп-культура, но и современная музыка. Вот тут хотелось бы найти какие-то пересечения. Вам вообще вы сталкиваетесь с этим? Например, группой эффектов маршин. Многим на частях им нравится. Это профессиональный музыкальный. Это два молодых человека наших современников. Ну вот что-то вот... Что вам нравится? Современные музыки, которые вы можете спорнотировать, чтобы в этой аудитории она вроде бы пошла за пол. Ну, это сложно сказать. Я начинала, слушаю, потому что делает слухи по эстраду, и потому что кончится по каким-то доступным тонам. Ну, может, вас понедасту. Проходит то же самое, что бывает по донскому. Ну, мне очень нравится, мне нравилось место джаза музыки. Я вообще пришел из джазной сферы. Я был джазом-пианистом. Я немножко включаюсь на статус. Я знаю, что ты был на статусе, на болезни. И вот, применительно в данной аудитории, я думаю, что джаз, он как-то может тепло быть на спине. Потому что эта музыка живая, она создаётся в данный момент. И, может быть, там не всегда есть какая-то большая идея, чего мне часто хватает именно в этой музыке. Но она искренне... Из современной музыки я бы выйду джазную музыку, потому что она профессионально, она сделана технически очень здорово, лучше, на мой взгляд, чем поп-музыка. Но это мое мнение. Я переслушаю поп-музыку и рок-музыку, потому что мне неинтересно слушать. Я позволю себе небольшую реплику, тоже принадлежащую и не мне, а моему, собственно, начальнику Игорю Леонидовичу Кифалиде. Вот спрашивать музыканта, что ему нравится. Он как-то сказал, неважно по какому поводу, наверное, эта музыка нравится только тому, кто её сам играет. Понимаете, это вот некое, это нужно понять, точку зрения, что музыканту может нравиться или не нравиться, что тоже, между прочим, немаловажно отметить. Нечто, некая музыка по таким причинам, которые слушатель понять не может. Вот простой, не музыкант. Но, в принципе, исполнил, вот, играть музыку хорошо, поэтому люди её не найдут. Да, конечно, конечно. Сначала и до конца. Да, первый скрипач оркестр не любит музыку с детства. Да, вообще музыка, знаете, язык. Выходит, оркестр не наоборот, который лютый, не найдет всю эту музыку от начала и до самого последнего. Не знаю, ко мне не интересуется очень. Послушай все. Нет, просто я лично могу слушать практически любую музыку, за исключением самых тяжелых её разновидностей. Всё. Остальное совершенно спокойно. Всё и тяжелых этапов. Ну, то есть, не сексуально. Харь, нету космическую воду. Всё, что идёт дальше, совершенно спокойно. Я думаю, что вот что я могу здесь сказать. Музыку я вообще, честно говоря, любую слушаю. Я достаточно много эстрады могу понимать и сейчас тоже. Это связано с ещё одной сферой моей деятельности. Очень много слушаю негритянской современной музыки, господ, американской церковной музыки. Там это соприкасается и с джазом, и с роком, и с многими вещами. И даже пишу в этом ключе. И когда-то играл ещё и рок-музыку тоже. То есть, я думаю, что у меня такой разный такой взгляд. Я пытаюсь для себя найти, честно говоря, какие-то точки соприкосновения, что является вообще высокой музыкой в каком-то смысле, а что является музыкой как-то... И честно говоря, я до сих пор какого-то критерия не нашёл. А в чём вы меряете высоту музыки в метрах? Высоту музыки. Ты чё вы измеряете? Я думаю, что дилер. У нас в километрах... Высота музыки на две меры выше, чем другая. Я честно сказать, мне кажется, что даже на уровне какой-то поделки, так скажем, можно найти какую-нибудь хорошую сторону в этой музыке. Например, там я считаю, что даже у каких-то эстрадных коллективов, там совершенно широко раскрученных, находятся какие-то вещи, за которых народ и любит. То есть, это, видимо, тоже музыка. Грубо говоря, итальянская опера 18-19 века тогда была абсолютной попсой. Сейчас это высокое классическое искусство. Ну да, Моцарт сознательно, но многие вещи писал попсой. Мне так кажется. Ну и, собственно говоря, его и вполне... Я думаю, музыка не значится. Ну да, пожалуйста. Собственно, у меня такой вопрос. То есть, скажем, для меня, например, восприятие современной академической музыки оконечивается тем, что я с ним знаком с большим количеством классиков. То есть, например, слушаешь нитки, я слышу такие-то цитаты, например, но я не слышу их все. То есть, вот как вы считаете, насколько нужно много слушать старые, то есть, пластические, романтические, пластические музыки, чтобы слушать современные какие-то композиции? Ну, если вы имеете конкретно шниты в области полистилистики, тогда, да, придется много. Есть шниты не только полистилистические, потому что у них есть какие-то и более... ...более моностилистические произведения. Там, в принципе, можно начинать спать с этой музыки. Я думаю, что хорошим, может быть, таким моментом, что вы слушаете то, что вам действительно нравится, честно. Если у ласковой мать, то у ласковой мать. Куда дебаться? Ну, если нравится. Но для себя я понял, что я хочу слушать музыку, которая немножко сложнее, чем мне приятно. Таким образом, она развивается. Она на этой же дороге, чем я иду, она не где-то в стороне. То есть я не слушаю, например, я немного слушаю, там, степно, немного даже слушаю радио. Я выбираю какие-то записи в том направлении, которое мне сейчас интересно. Сейчас вот из классики я слушаю ее Жерар Близе. Это недавно умерший автор, очень полнатая. На мой взгляд, совершенно фантастически красивая музыка, которая была мне непонятна еще несколько лет назад. Но сейчас я нахожу в ней что-то. Возможно, через пару лет я, как бы, буду слушать, там, что-то еще. С таким же упоением, как вот сейчас. Очень Стравинского люблю. Очень, в свое время слушаю Прокофьев с большим удовольствием. Разные вещи. То есть, на самом деле, каждый автор, в каком-то смысле, он, ну, как бы, вот, многие люди слушают рок-музыку, потому что они любят этих людей, которые играли. Они любят эту команду, они любят отношения с этими людьми, с каким эти ребята выкладываются на сцене. Они любят это отношение. И, в общем-то, в каждом авторе можно услышать это отношение и понять. Очень интересно читать про композитора. Когда узнаешь, что это был за человек, насколько он был страумен, насколько он, ну, своеобразен, то становится более понятна музыка. Можно понять вас, что вы продвигаетесь от приятного к полезному, чтобы потом сделать его приятным. И еще мне что-то не понравилось, я уже вам посмотрите, мне понравилась ваша стратегическая мысль насчет роста влияния женщин. Вот, слушай, вот что ты делаешь. Потому что верхняя симфония, в общем-то, веки империи, веки крупных структур. А сейчас, когда идет стандартизация, дикий рост энтропии, то есть полные перестановки, то есть вес быстро вырастает, рассыпаются крупные структуры. И глобальное потепление. Рассыпаются крупные структуры, и в это время, конечно, вперед выдвигается мелкая структура для организма. А это же лично. И в этой истории, конечно, будет, конечно, будет. Мелкая ящая структура, семья, уж такие, в отличие от империи. Поэтому исторический подход вам, по-моему, что-то происходит. Ну, мы знаем империю, которая руководит женщинами. Ну, британская, например. Друзья, друзья, дело в том, что время, на самом деле, к девяти, поэтому для последнего вопроса я предоставляю слово Михаилу Геннадьевичу. Последний вопрос я постараюсь сделать между ними. Я адресую его не Башклазчику, а его Геннадьевичу. Ну, это вы верды просто. Поскольку, поскольку Игорь Геннадьевич преподает у нас на карте, в общем, сегодня в консерватории, то вопрос такой, немножко многоэтажный. Значит, что именно вы преподаете в консерватории? Приходилось ли вам что-то преподавать нашим сегодняшним гостям? Да. Приходилось? Приходилось. Правда, они не ходят на занятия. Угадайте, кто. Как вы соотношения с тем, что вы преподаете вместе? Вот, например, сегодня кое-кто не пришел. Значит, соотношения есть. Во-первых, я должен сказать, опять полемика с Михаилом Алексеевичем, что, слава богу, математика – это математика, музыка – это музыка. Не надо все смешивать. Но пересечения есть. И пересечения между ними – это и есть модели. Вот, преподаю технику электронной музыки, предмет. Рассказывать все-таки достаточно долго о нем. Тогда мне нужно выходить самому и, собственно, выступление делать. Но пересечения есть какое. Оказывается, общей моделью, в частности, здесь, является теория функций комплексного перемена. Да-да-да, действительно, она применяется очень широко в этой самой теории. Это правда. Но о ней в нашем курсе, в консерватории, я не упоминаю вообще. Это не есть некая структура. Вот в мое произведение художественное, этот вот курс, нужно его прочитать так, чтобы никто не узнал, на какой модели оно основывается. Как вот мы слушаем сочинение некое, композицию, мы слышим, что получилось, но не знаем, как это писалось. И, может, никто не знает. Вот, также, это остается неизвестным. Так сказать, это разные области, смешивать тут ничего нельзя. Так что, надеюсь, что давайте на этом все-таки остановимся и выразим огромнейшую признательность приехавшим, потому что это действительно и далеко, и было очень хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ